здравствуйте мои дорогие друзья сегодня хочу вам представить очень вкусный торт шоколадный который называется шоко все кто любит шоколадные торты всем советую посмотреть этот рецепт он просто очень-очень вкусный так что готовьте вместе со мной а для него нам понадобится 7 яиц я уже разбила заранее положила в чашу 250 грамм сахарного песка 4 столовые ложки полные какао порошок у меня здесь 250 грамм муки уже просеянной 1 полная чайная ложка соды одна третья чайной ложки ванилина 70 миллиграмм растительного масла желательно что было без запаха и две полные ложки у меня вот такого крепкого меда если у вас он жидкий берите три или четыре такие неполные столовые ложки ну и приступим к приготовлению ну и для начала нам нужно взбить яйца с сахарным песком добавляем сразу и взбиваем до пышной пены наше массу уже посмотрите как хорошо увеличилась и теперь мы будем добавлять ванилин ванилин и здесь у меня щепотка соли я вам забыла сказать это тоже нам нужно добавить добавляем растительное масло и сразу же добавлю мед и все как следует сообьем теперь нам осталось соединить сыпучие ингредиенты мы в муку добавляем сразу соду и какао размешаем и просеивая будем добавлять в нашу жидкую уже массу а 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 вот посмотрите какое тесто у нас получилось консистенция какая должна быть оно должно быть как жидкая сметана и вот сколько пузырей уже у нас в тесте а еще хотела показать у нас будет три коржа противень у меня размером 30 на 35 сантиметров вот я заранее нарезаю пергаментные листы их обязательно мну вот когда их мнешь в руке вот видите он более на нем потом легче будет размазывать тесто потому что вот этот те вот это тесто жидкое его размазывать не очень легко когда он не податливый этот пергамент а так мы его легко сейчас размажем тесто делим приблизительно на три части сейчас я вам точно скажу поскольку столовых ложек полных у нас идет на каждый корж размазываем наше тесто и кладем уже в разогретый духовой шкаф на 180 градусов коржи пекутся очень быстро будьте внимательны чтобы они не подгорели так как они кофейного цвета такого шоколадного и особо видно не будет вот так у нас в каждые вот на каждый противень на каждый корж у нас пошло по 10 в полных столовых ложек теста так что готовьте уже проверенный рецепт а мы пошли выпекаться мы испекли наши коржи вот все три этот последний он еще горячий но сейчас остынет я его вот посмотрите как пропекаются коржи они вот пока горячие мягкие а потом они становятся более такие плотненькие и пока будет остывать наш корж третий мы приготовим крем для крема нам понадобится 300 грамм сливочного масла около 300 грамм или одна такая банка вареной сгущенки 2 полные столовые ложки не вареной обычной сгущенки и все это нам нужно друг с другом помешать все это мы будем проделать миксером так что приступим все это должно быть комнатной температуры все продукты и и вот такая консистенция крема у нас получилось оставляем крем в сторонку и вот здесь у меня сейчас будет посмотрите на смазку коржей я оставила немножко видите совсем чуть-чуть сгущенного молока добавляем сюда две столовые ложки теплой кипяченой воды чтобы легче размешалась сгущенка и добавим одну столовую ложку коньяка и пропитаем наши коржи вот этой очень вкусной и ароматной пропиткой всем советую вкус получается у тортика необыкновенный пропитали наш корж и тут же после этого смазываем кремом крем приблизительно делим на три части на три коржа эту процедуру мы проведем со всеми тремя коржами и вернемся я вам покажу как мы будем украшать наш тортик вот здесь я готовлю глазурь для нашего тортика помешала две столовые ложки сахарного песка две столовые ложки какао и четыре столовые ложки просто воды кипяченой сейчас я сварю глазурь в конце добавлю после того как она чуть-чуть слегка остынет совсем маленький кусочек сливочного масла а здесь я уже приготовила нарезала грецкий орех так что будем украшать наш тортик орешками и глазурью и 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 какой мега шоколадный вкусный тортик у нас получился и он вот я его порезала пока он не успел даже пропитаться сейчас я вам покажу какой он уже мягкий сейчас я его положу в холодильник этот крем застынет и будет просто как мороженое а сейчас давайте попробуем с вами наш вкусный тортик посмотрите какой мягкий нежный и вкусный у нас получился торт всем советую попробовать этот рецепт я уверяю вы его очень полюбите и будете готовить его очень часто а я с вами на сегодня прощаюсь и как всегда желаю вам крепкого здоровья и приятного аппетита ну и вот такой получается круглый торт у него диаметр очень даже приличные и вот глазурь покапала сейчас я его аккуратненько перенесу положу на тортницу и будем кушать вот эту вкусняшку и и и и